Кровавая расправа. Подростки безжалостно зарезали школьника. На что потратил 10 миллионов фермер из Бурятии? В России предложили вернуть налог на бездетность. Что думают об этом улан-уденцы? В Иркутске убили школьника. Трагедия произошла 2 декабря. 15-летний Егор вместе с четырьмя одноклассниками ждал автобус. К ним подошли около 10 сверстников. Очевидцы утверждают, что конфликт начался с вопроса, из какого ты района. Один из подростков достал нож и ударил Егора в шею. Полиция уже задержала подозреваемых. Оперативники сработали профессионально. Меньше чем за сутки нашли и задержали всех. Два их нашли аж за 200 километров от областного центра. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют мотивы преступления. Всего в полицию доставили 6 человек. Изъято орудие убийства – нож. В Улан-Удэ загорелось заброшенное здание. Пожар произошел накануне утром на улице Ацимика. Уже через несколько минут подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона были на месте. В это время огнем были охвачены перекрытия на втором и третьем этажах. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Причастных к этому лиц устанавливают. В Улан-Удэ из-за гололеда резко возросло количество ДТП. На Лебедево Камри въехало в Приус. Пострадавших нет. Улан-Удэнка не успела затормозить на скользком участке дороги. Результат – авария. В Бурятии иномарка слетела с трассы и перевернулась. ДТП произошло в Заиграевском районе. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 40-летняя пассажир транспортного средства. Женщина была доставлена в медицинское учреждение. Всего за выходные в республике произошло 56 аварий. Землетрясение магнитуды почти 4 балла произошло вчера в Северо-Байкальском районе. Жертв и разрушений нет. В Бурятии ухудшится погода. По данным синоптиков, 4 и 5 декабря на большей части республики снег. Местами усиление ветра до 24 метров в секунду. На дорогах гололедятся накаты и заносы. Срок срочной службы в армии хотят увеличить до двух лет. Предложение высказали сразу два депутата Госдумы. По их мнению, это решит проблему с недостаточным количеством призывников, а также повысит качество подготовки резервного состава. Напомним, с 1 декабря в России установлена новая численность вооруженных сил. Она составляет 1 миллион 320 тысяч военнослужащих, то есть плюс примерно 150 тысяч человек. Как разъяснили в Минобороны РФ, увеличение численности планируется осуществлять поэтапно за счет контрактников. До конца года Бурятия получит дополнительно 165,5 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Эти деньги пойдут на компенсационные выплаты медработникам. Получат их участники программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи, фельдшеры, акушеры и медсестры, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты республики, получают выплаты в размере 2 и 1 миллиона рублей соответственно. Выделенные Бурятии средства должны помочь сохранить темпы роста зарплат медицинских работников. Финансы будут направлены в наш регион из страхового запаса федерального ФОМС. Хоринский район Бурятии отметил вековой юбилей. В рамках торжественных мероприятий в Хоринске открыли бюст автору гимна республики, народному поэту Дамбежил Сараеву. Памятник символично установлен возле центральной библиотеки, носящей его имя. У него красной нитью проходит любовь к родине. Вот это очень важно. И он в нас воспитал эту любовь к родине. Он любил все, в любое время года, все пейзажи. И он их воспевал, все эти пейзажи, воспевал наши традиции и обычаи. На столетие Хоринского района прибыл Алексей Циденов. В начале рабочей поездки он посетил сданные и строящиеся объекты инфраструктуры. Новый корпус Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникума рассчитан на 176 мест. Его возвели по модульной технологии всего за полгода. Мы очень рады, что в новом модульном здании сразу у нас есть новое общежитие, рассчитанное на 12 мест, которое благоустроено. Очень чисто, красиво, тепло. Отмечу, что Хоринский филиал Брит – единственное в районе учреждения среднего профессионального образования. Также глава республики побывал на строительстве корпуса Хоринской школы. Предыдущий подрядчик Витим нарушил стойки, сорвал стойку полностью, с недостойком в контракт сейчас. Работают уже соответствующие органы с подрядчиком. Новый подрядчик зашел, темпы нарастил. Но мы понимаем, что все равно уже ухудшенное отставание не надо стать. Сейчас главное – просто качество производства работы. Школа будет состоять из пяти двухэтажных блоков. Занятия в новом учебном заведении планируют начать уже 1 сентября будущего года. Алексей Унагаев специально для телеканала «Мир Байкал». Бичурцы подводят итоги года. В фельхозской оперативе «Шинога» сезон был удачным. Получили хороший урожай зерновых. В среднем 26 центнеров с гектара. С кормовыми тоже все благополучно. На зимовку вышли с добротным запасом сена и приплодом молодняка. Благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» обновили автомобильный парк. Купили комбайн также по споку у нас новый, зерноуборочный. Что мы еще купили? Сеялку, почвообрабатывающие агрегаты. Это плука, культиваторы новые обновленные. Мы выработали по линии спока. Получили очень хорошую компенсацию в виде субсидий. 50% нам возместили. Это порядка 10 миллионов мы получили в этом году субсидий по этой программе. На сэкономленные деньги купили удобрения, семена, горюче-смазочные материалы. Также, благодаря грантовым средствам, запустили убойный цех. 5 миллионов 250 тысяч выделило государство. 2 250 вложили из своих. Строить начали еще в прошлом году. Успели все в срок. Объемы, конечно, увеличатся. Это точно. И вместе с этим, я думаю, что мы же здесь, этот убойник, он вообще еще изначально был запроектирован так, чтобы помогать местному населению именно делать какие-то услуги по забою, например. Сейчас на данный момент у нас в деревне проблемы же вообще. Нету забойщиков, некому в скот забить мясо, так же увезти. Сейчас это все можно здесь сделать. Доводя итоги, сельчане готовятся уже к следующему сезону. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Снимаем ступичный узел. Хотим заменить колодки. Ремонт тормозной системы у нас сейчас. Самое важное, чтобы вся техника отработала весь сезон без всяких больших поломок. Уборочное время, каждое время, каждые минуты, считай, дорога. Если что-то сломалось, уже, считай, цепочка нарушается. Нам надо работать, как часы, не останавливаясь. Небольшая передышка на зиму и снова за работу. А в Бичурском районе ее всегда много. Ведь земля требует особого отношения, бережного. Надежда Хлыстова, Руслан Хертуев, Бичурский район. Специально для программы «Вместе. Мир. Байкал». В России предложили вернуть налог на бездетность. Так депутаты Госдумы хотят улучшить демографию в стране. Но законопроект поддержали не все. Что думают об этом уланденцы, пойдемте узнаем. Нет, так нельзя, вы что? Почему? Ну как? Ну если нету детей, что теперь? Всяко же может быть. Может, какие-нибудь проблемы. Нет, если проблемы, это другое. Вот просто не хочет человек иметь ребенка. Ну это его лишний выбор же. Ну мы, видимо, в очередной раз опять забываем про права и свободу человека, да, что каждый вправе решать, иметь ему детей или нет. Ну что поделать, мы живем в таком, видимо, государстве. Честно говоря, я не знаю, как к этому относиться, потому что для меня это новость, я не слышала об этом, не знала. Ну я считаю, что это неправильно. Почему мы должны рожать детей, если мы этого не хотим? Вот. Ну как бы это несправедливо. А сколько хотите первого ребенка? Как получится, потому что должен быть муж, рядом человек, который надежный. Каждый человек должен решать сам, дойти до этого, когда он должен поймать, что у него появились дети. До этого надо дорасти для начала. Вот. Поэтому я считаю, что это может быть даже и неправильно. Мне кажется, это не совсем правильная идея. Почему? Ну, как бы это выбор человека каждого, да, хочет он иметь детей или нет. У вас есть дети? У меня нет. Я еще молод, по крайней мере. Вам сколько лет? Мне 23 года. Ну вот вам уже нужно было бы налог платить. Мы живем в свободной стране, у нас конституция. Ну, конечно, я против, если вам нужен однозначный какой-то ответ. У меня просто возникает теперь вопрос, а что нам в таком случае делать? То есть мы вообще уже, мнение граждан перестало что-либо значить и существовать как таковое. Для того, чтобы заводить детей, нужно сначала обеспечить себя. Для студентов совсем плохая система. После 18 лет все. Женат, не женат, замужем, не замужем. Налог и все. Очень плохая. А что в этом плохого? Все лучше из СССР, мне так кажется. Мы же и так налог платим же. А еще один налог? Плюс один налог сверху? Нет, не знаю, блин. Не надо, наверное. Не надо? Но. Много налогов и так? Да. На машину мы вот так платим. На землю платим. Еще и на бездетность. Но. Вы платили налог? Конечно. Сколько в те годы был налог? По-моему, рублей 12, что ли. Ощущалось? Ну, из 100 рублей 12. Ну, 10%. В Улан-Удэ водителям запретили выезжать на лед. Ограничение начало действовать уже с 1 декабря, а закончится только в марте следующего года. За нарушение грозит штраф. Также спасатели просят горожан не выходить на лед. Сначала ноября также проводятся рейды по выходу на лед совместно с представителем КДН, ПДН. Также мы выявляем детей, которые находятся вблизи водных объектов. И в случае грубых нарушений безопасности детей, то на родителей составляются протоколы. За месяц было выявлено 6 таких нарушений. Дмитрий Федоров отметил, что в Улан-Удэ будет работать только одна санкционированная ледовая переправа в микрорайоне Мостовой. Она откроется в середине декабря. Россиян заставят перейти на электронные медкарты с 2024 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Решение принято в связи с трудностями при сборе большого массива данных. Отказ от бумажных носителей обеспечит доступность для населения и возможность сохранять информацию на долгие годы. В электронной медицинской карте россиянина будут сформированы специальные поля и указаны требования к региональным медицинским информационным системам. Необычное природное явление – северное сияние – увидели жители Бурятии. Лучше всего его рассмотрели в Тункинском и Кижингинском районах. Небо окрасилось в ярко-бордовый цвет. Обычно северное сияние бывает зеленым. По словам ученых, это связано со свечением атомов кислорода в 150 километрах над землей. Красным же северное сияние бывает, если атомы светятся на высотах до 500 километров, где температура и плотность атмосферы способствуют излучению в этом диапазоне. Уникальное оптическое явление наблюдали также в Якутии, Амурской области и Приангарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова